Приветствую друзья! Буквально сразу за однозначно хитовым M1P мне хочется рассказать и о старшей новинке компании Colorfly CDA M2. Данный ЦАП базируется на двух флагманских чипах Cirrus Logic CS43198, оснащен OLED-дисплеем, имеет впечатляющую выходную мощность, два положения гейна, тот самый G-Terkill, два выхода и, что совсем уж не очевидно, цифровой SPDIF на 3,5 мм разъеме. Внешне это очень похоже на уже знакомый нам Shanling UA4, но приготовили аппарат совершенно иначе. О нем сегодня и поговорим. Поехали! Приходит ЦАП в небольшой скромно оформленной коробке с обозначением его возможностей относительно разрешения звука. Для PCM это 32 бита 768 кГц и DSD почему-то лишь до DSD256. Внутри я нашел инструкцию, а также ленточный Type-C кабель из монокристаллической меди. Переходник на USB, как обычно, не положили. По железу известна лишь общая схема устройства с использованием двух флагманских чипов конвертера CS43198, а также значением выходной мощности. На балансе это впечатляющие 250 мВт, а с 3,5 мм разъема не менее внушительные 125 мВт на 32 Ом нагрузки. Корпус у ЦАПа небольшой, да и по весу всего 27 грамм. Из функциональных элементов на него вынесли достаточно крупный OLED дисплей и три кнопки Function и две для регулировки своей собственной внутренней громкости. Обычно Function включает и гасит дисплей, а вот если ее зажать, то мы перейдем в режим тонкой настройки девайса, где можно выбрать уровень усиления, откорректировать баланс каналов, установить один из цифровых фильтров, включить или выключить вывод SPDIF через 3,5 мм разъем, посмотреть версию прошивки, настроить дисплей, сбросить все на заводские настройки и, что я так и не смог расшифровать, включить какой-то HD-POP. В остальное время на экран выводятся характеристики текущего аудиопотока и в строке состояния значения выбранных нами настроек. По торцам же все по классике. Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон 4,4 мм и обычный несимметричный джек на 3,5 мм. При работе аппарат почти не нагревается, никакого шума в паузах не издает и, естественно, не поддерживает гарнитуру. Потребляет CD M2 более-менее гуманно. На 5 вольт приходится около 1,1 ампера. Да, это не 0,08 как у Шанлинк ЮА4, но и не 0,14 как у М1П. По мощности же все они примерно одинаковые. Ну и ровно как у младшей версии для CD M2 доступен фирменный драйвер, поддерживающий старые ревизии Windows и предлагающий нам полноценный ASIO интерфейс с возможностью его тонкой настройки. Под мобильные системы и тот же Linux САПу вообще ничего не нужно. Естественно с BitPerfect и аппаратной регулировкой уровня сигнала. Свои измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. Где получил довольно схожие результаты с очевидным превосходством баланса над обычным 3,5 мм разъемом. Если по пунктам, то здесь шикарная в плане линейности частотная характеристика. Уровень шума на минус 156 дБ и достаточно высокий динамический диапазон. Согласен, в районе 20 кГц начинается какое-то непотребство. Ну, во-первых, это уже за пределами человеческого слуха. А во-вторых, всплеск остается ниже уровня минус 146 дБ. Услышать такое не представляется возможным. Гармонические же искажения находятся ниже уровня минус 134 дБ, что в процентах составляет 6 100 тысячных. А интермодуляционные минус 130 дБ. Для 3,5 мм выхода гармонические искажения добивают до минус 128 дБ. В процентах это 8 100 тысячных. А интермодуляционные до тех же минус 130 дБ. Суммарно не совсем идеально, но в общем, конечно, очень достойно. Не поленился и снял АЧХ для всех типов встроенных ЦАП цифровых фильтров. Что сказать с нон-ос, то есть без фильтрации, звучит аппарат на мой вкус наиболее интересно, а вот линейность с ним самая посредственная. По своему же характеру Colorfly CD M2 дает нам именно то, чего от него ожидаешь. Ни больше, ни меньше. Звук в достаточной степени взрослый, выразительный, с правильным балансом частот, хорошей разборчивостью, прорисовкой и передачей эмоциональной составляющей трека. То есть, все с ним отлично. С одной стороны, это, конечно, не может не радовать. Все-таки аппарат свою цену отрабатывает. А с другой, ничего прямо эдакого в нем нет. Как про уровня инструмент, который прекрасно справляется с тем, для чего предназначен, но ничего более. Да, в CD M1P мне немного не хватило тембрального объема и веса, но звучание там прямо-таки завораживает. Оно живое и предельно энергичное. Я с ним буквально залипал на целые дискографии. Shanling Q4 прямо поражает своим масштабом и мелодикой, а тут просто хороший звук. По прорисовке в глубину M2 ближе, наверное, к Shanling, а по подаче к Sonata BHD. Я в курсе, что выбор фильтра Non-OS частично решает вопрос озвучания. Оно становится более объемным, живым и даже немного сочным. Но, как мы видели по графику, с ним слегка подбираются верха. Один децибел, конечно, величина скромная. У наушников провала бывает гораздо больше, но решать вам. Лично я установил этот Non-OS и с ним все время гоняю. В остальном же здесь прекрасное разрешение, динамика, шикарно выдержан баланс частот, высокие не выпячиваются и не задвинуты на второй план. Сцена рисуется достойно, причем и в ширину, и в глубину. То есть все, как у хорошего дорогого девайса. Характер не слишком музыкальный, но и в сухую нейтральность он тоже не уходит. Все слажено, напористо, комфортно и в достаточной степени естественно. Разбирая по частотам, тут глубокий, довольно ощутимый ударный такой бас, чуть теплая, выразительная, с элементами мониторности серединка и абсолютно ровные информативные верха. Звук по итогу цельный, с ориентацией больше на макро, но с неплохой передачей всяких мелких оттенков. Мощности у М2 много, громкости с запасом, есть возможность управлять всем непосредственно с дисплеем, два уровня усиления, куча фильтров и даже парочка непонятных для меня параметров в системном меню. Добавить тут нечего. Нормальный аппарат, жаль, без какой-либо ярко выраженной особенности. Пробовал менять кабели, почти бесполезно. А вот относительно жанров и наушников хочу отметить довольно-таки высокую универсальность. Слушал на нем в том числе и симфоническую музыку, весьма, скажу я вам, впечатляюще. Да и наушники подключал от бюджетных до относительно дорогих, в том числе, естественно, и планарные. Итогом, в мобильном ЦАПе Colorfly CDA M2 лично я не нашел сколь-либо серьезных недостатков. Он в меру прожорлив, имеет собственный экран с кучей настроек, два выхода с мощностью до 250 мВт на 32 Ома нагрузки, свою собственную внутреннюю громкость, два топовых чипа конвертера внутри и достаточно взрослая, выразительная, с неплохим уровнем разделения прорисовки, звучание. Вдобавок здесь высокого уровня измерения, крутой кабель и возможность включить тот самый фильтр нос, который фильтр без фильтра. Знаю, многие были разочарованы, не найдя такой в Shanling UA4, а тут, как видите, он имеется. Для тех же, кому нужен SPDIF, это, пожалуй, единственное в своем роде решение. В мобильных ЦАПах такую возможность уже давно никто не реализовывал. Нюанс же у аппарата один, по звуку он вообще ничем не выделяется. Все тут прекрасно, но, так сказать, без какой-либо особой изюминки или своего собственного неповторимого характера. В остальном девайс, конечно, очень солидный. Ну, а стоит ли это 160 долларов, решать уже вам. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП Colorfly CDA M2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok